Поэтому не всегда мы играли на FN, но чаще именно так было. Просто влетают, там что-то фидят, еще горят. Не, оно мне не надо. Это уже было мое, так сказать, требование, чтобы игроки сами хотели. И я говорю, ну типа, го, я сыграю. А команда говорит, да, да, давай, Егорыч. В итоге я сыграл как бог. Блин, циферки это не самое сложное, что можно заиметь в жизни. Я обязательно еще вернусь, зайду, поцелую, обниму. Всем добрый день. Мы находимся на The International 2017. Сегодня с нами Егор Сурков, он же Жотом, тренер команды Team Empire. Это я. Егор, привет. Здравствуй. Как тебе International в этом году? Ну, по ощущениям, не так грандиозно, как все другие International до этого, потому что появилось много турниров. С не меньшим масштабом, вроде Эпицентра, Дака, Мажоров, поэтому Эпицентр сейчас уже... Ой, Эпицентр, извините. International уже не так выделяется на фоне остальных, поэтому уже не так грандиозно. Но все же призовой фонд и сам статус чемпионата мира все-таки имеет вес до сих пор. Хорошо, скажи, это твой первый TI, где ты приехал как наставник команды, а не как талант студии аналитики. Расцениваешь ли ты это как шаг вперед в своей карьере? Ну, да, однозначно расцениваю как шаг вперед, просто потому что мне этим заниматься нравится больше. То есть, как бы для кого-то, возможно, это был бы шаг назад, но для меня это однозначно шаг вперед. Мне этим нравится заниматься больше, испытываю удовольствие, участвуя непосредственно в том, что происходит на сцене, пусть и как наставник, но все же член команды, а не человек, обозревающий это. То есть, да, это для меня шаг вперед. Скажи, смотришь ли ты студию аналитики, находясь на турнире? Как ты расцениваешь их работу сейчас вот со стороны? Честно говоря, на этом турнире нет, вообще не смотрел, поэтому не могу ничего сказать. У тебя уже был опыт тренерства в Империи год назад, и он был не совсем удачным. Как получилось так, что ты стал тренером Империи в этом году? В этом году после Дака ребята подошли ко мне, видимо, с чего-то пинка. Ну, не пинка, но они и сами были не против, они и знали, что я клевый. Но им, так сказать, немножко уверенности придали наставление, возможно, от Игоря, возможно, от Димы, менеджера, что, ребят, вам это было бы здорово, он вам поможет. Они подошли, попросили, ну, это уже было мое, так сказать, требование, чтобы игроки сами хотели, а не это было как из-под палки, мол, вот ваш тренер, ребята, делайте с ним что хотите, или, ну, типа, слушайте, а они такие вроде как и не особо хотят. Вот, поэтому все произошло так, как надо было, так сказать, по боюдному согласию в первый раз. И стал я тренером где-то с середины уже апреля Empire, и цель была на International попасть. А скажи, вот, с чем была связана неудача в прошлый раз, и как бы ты сравнил два состава, с которыми тебе пришлось работать? Ну, в прошлый раз я приехал просто на квалификации, там еще за пару дней до, говорил им, какими героями стоит поиграть, мы немного не сошлись в взглядах на игру с тогдашним капитаном Вася Автерлайфом, он хотел одно, я хотел другое, я ему в некотором роде, наверное, мешал, потому что, ну, это нарушало его зону комфорта, он так не привык, не сработались, грубо говоря, и из-за этого, возможно, что-то пошло не так у команды в целом. Поэтому в том году на International Empire не прошли даже стадию групповую, не вышли стадию плей-оффа. В этом году мы начали работать за два месяца до квалификации, друг к другу притерлись, так сказать, я уже внедрил все свои знания по пикам и перестроил игру команды, и на этом уже вроде как мы на International попали, довольно без проблем. А расскажи, почему в этом году у тебя не было на буткемпе, который был приурочен как раз к International? Ну, я уже два раза просто был на буткемпе там в Московской области, и, кстати, оба раза это был провал. То есть первый раз это были квалы на шестой инт, ты смотришь, как команда проигрывает, тебе от этого еще более грустно, чем когда ты сам проигрываешь. Когда ты сам проигрываешь, ты не особо расстраиваешься даже как-то, ну, проиграл, проиграл. А когда ты смотришь за тем, как играешь не ты, и вроде бы как за это ты некую ответственность несешь, тебе гораздо грустнее от этого. Вот. И второй раз, когда мы были... Это был период двухнедельный, где была куча квалификаций на разные турниры, Epicenter, Summit, первая квалификация. Мы все слили, и, в общем, да, я решил, что находиться... Ну, во-первых, мне не очень комфортно находиться долгое время вне дома, из дома работать гораздо комфортнее, а в плане результативности я посчитал, что находиться точно так же в TeamSpeak'е на КВшках, ну, там, грубо говоря, не кушать с командой, не проводить с ними оставшиеся 20 или, там, 18 часов в сутки, это, я думаю, не так критично. Мы и так с ними уже довольно близко знакомы и познакомились за прошлый двухнедельный буткем. Поэтому я посчитал, что мне так будет просто удобно. И решил остаться дома и в TeamSpeak'е находиться, соответственно, с командой между играми, собираться до игр и во время драфтов, соответственно, тоже там подрубается скайп, делится экран, говорится, что пикость, игра начинается, все. Это уже без меня дальше. Играют сами. Хорошо, ну, скажи, вообще TeamEmpire в целом – это команда таких очень непростых, очень разношерстных ребят. Расскажи, как ты справляешься с задачей сделать из этого именно команду, из вот этого набора игроков, и каков процент вот этой работы, которую выполняешь именно ты не менеджмент, а именно твоя тренерская работа вот над этим составом? Ну, самое главное в работе команды с тренером, чтобы у игроков было полное доверие к тому, ну, к тому, что тренер говорит, чтобы они слушали и действительно слушали, а не так, на отвали, и чтобы было такое доверие человеческое. Человеческое доверие, оно строится на проведенном месте времени и на юморе. С этим у нас не возникало проблем. Отношения построились довольно доверительные и в плане игровом, и в плане жизненном. Поэтому вот как-то так. А, ну и соотношение процент менеджмента и тренера. Ну, тяжело, на самом деле, сказать какую-то точную цифру. Ну, Дима делает максимум работы. Это лучший менеджер из тех, что я работал. Я думаю, что сейчас ты лучший менеджер в СНГ. Он сейчас был бы на расхват, но он клевый парень и будет верен принципам, я думаю. За долгим рублем, за длинным рублем не погонится просто так. Хорошо, а скажи, бывают все-таки ситуации, когда команда не следует твоим указаниям, идет поперек твоего решения. Какова твоя реакция вообще в целом? То есть ты злишься или ты пытаешься обсудить этот момент как-то с ребятами? Что происходит? Ну, такое может произойти только тогда, когда меня нет непосредственно на стадии драфта. То есть, например, на том же интернешн или в групповом этапе, когда команда только училась проводить стадию драфта без моего участия. Тогда такое случалось, да, что говорю заранее пикать одно. Но даже в первой стадии они берут немного другое. Естественно, я недоволен. Если это обычно оказывается провалом, это оказывается провалом. Я прихожу, говорю, ну, ребят, так не надо. Говорю, как сделать. Они говорят, ну, все, следующий раз, как точности, делаем так. Делаю так. А потом говорят, все, отныне слушаем только Егорыча. В первой стадии там только так. Ну, и там какие-то баны. А вторую стадию всю проговорить тяжело. В доте очень много вариаций, героев огромное множество. Ты все просто не распишешь. Нужно уметь подстраиваться под ситуации. Для этого нужен опыт и какое-то чутье на драфте. В плей-оффе на данный момент ошибок не было. То есть, мы прорабатывали как можно больше ситуаций. Ошибок не было. Команды ошибались. Позволяли нам выигрывать. Мы выигрывали. Ну, вот скажи, вот эту основную работу по драфтам, по стратегиям, по распикам. С кем из игроков ты проводишь? Кто больше всего в это вовлечен? И кого бы ты отметил в этом деле? Ну, на самом деле, каждый игрок за свою позицию отвечает. То есть, каждый может подойти и сказать, вот я на этом хочу попробовать, я на этом хочу попробовать. Во время самого драфта, естественно, тоже спрашивается мнение, а вот на ком ты тут развалишь? Как ты думаешь, вот этот герой или этот? Всегда учитывается чьё-либо мнение. Перед играми, ну, конечно, я в основном на интернешнале, я и живу с мипошкой, с капитаном номинальным этой команды. И с ним очень много общаюсь, чтобы он на сцене, грубо говоря, впитав всё то, что я ему наговорил, это не забыл и вспомнил, и пикнул. Получается с мипошкой. Расскажи, Team Empire на этом интернешнале попали в ситуацию, когда один из игроков, из основных игроков, из коров, не смог приехать из-за проблем с визой, и пришлось срочно искать замену, внедрять эту замену и играть с ней. И расскажи, какие у вас мысли были по поводу, кто может играть, почему выбрали резолюшн, какой промежуток времени на это всё был у команды, и что ты думаешь вообще по итогу вот эта замена? Сыграла, не сыграла? Ну, за прошед... где-то недели за две до самого интернешнала стала известна дата собеседования ЧАПи в посольстве, это 26 июня, учитывая, что 30-го нам надо уже вылетать. То есть он мог, в принципе, даже не получить... Во-первых, ему могли отказать, а даже если не отказали, что, собственно, и получилось, ему визу это подтвердили, ему просто не выдали паспорт за это время. И мы искали сразу уже на тот момент замену, разговаривали с резолюшном, нужно было утвердить все детали с Valve, разрешили были они, они были согласны, потому что команд на Wildcard в этом году не было, а для Valve, мне кажется, это был бы удар по репутации турнира, что, хоп, внезапно не 18, а 17 команд. Поэтому они были готовы пойти на это, с резолюшном сразу списались, естественно, ему, как действующему игроку, было бы приятно поиграть на интернешнале, пусть он со своей командой и не прошел квалификации, так сказать, отомстить, показать всю свою силу, чтобы на следующий сезон его взяли в какую-то сильную команду, у него полно мотивации. Мы знали, что он не откажется, нужно было уладить вопрос с Valve, уладили, и вот где-то за день до турнира мы уже точно знали, что Чапи не приедет, и нужно играть с резолюшном. И пришлось несколько перестраивать игру. Первые пару дней группового этапа все шло так себе, мы пытались найти себя, на третьей уже хорошо пошло, ну и в плей-оффе вроде бы вот уже две игры прошли с C9 и с ЕГЭ, мы просто играли по плану. Ну вот скажи по поводу подстройки под игрока. На квалификациях к Интернешнлу было видно, что игра идет в большинстве своем на FN, то есть она строилась вокруг вот FN как сильного кора, и пики и прочие стратегии подстраивались по то, чтобы как 4 плюс 1 шли к нему. На данном турнире видно, что немножко стратегия изменилась под резолюшн, и видно, что распики идут на предоставление ему спейса и возможности расфармиться и стать таким сильным кором, который бы ходил и вырубал. Вот расскажи, как проходил процесс подстройки и перестроения вот этой стратегии. Ну, я бы не сказал, что мы всегда играли только на FN, но просто так часто получалось. Несколько стратегий были и на Чапи, Чапи на том же Свене играл, Чапи на Арквардене играл, на Мипа играл, поэтому не всегда мы играли на FN, но чаще именно так было. Роман имеет пул героев такого 4 плюс 1 стиля, что он должен всех убивать. Мы в первые дни, конечно, и для FN было это не так просто перестроиться. В моральном плане он вроде бы хотел себя показать лучшей стороны, но не мог это сделать ввиду того, что, во-первых, это Интернешнл, во-вторых, потому что нужно перестраивать стиль и играют не на него, его, грубо говоря, бросают на произвол судьбы. Но это было исправлено, мы нашли пути решения этой проблемы, и теперь вроде бы они оба, вот что мы видели в матче против ЕГЭ, оба кора имеют отличный нетворс, оба кора вносят одинаково жесткий импакт. Мне кажется, мы нашли баланс со временем. Вот насчет резолюшена и вот этого решения игры с ними, что ты чувствовал именно как тренер? Было ли у тебя такое мнение, что вот, блин, мне все нужно теперь перестраивать, что же мне теперь делать? Или же наоборот и подумал, блин, это отличная возможность, это другой керри с немножко другим плейстайлом, и было бы здорово попробовать сыграть вот так? Как тренеру мне это не предостав... Это мне не виделось как сильная проблема, то есть Роман отличный игрок, нужно было просто перестроить игру, и все игроки в команде умеют играть на разных героях, в доту из разных ситуаций, я думаю, я был уверен, что они смогут перестроиться, нужно было просто найти этот путь. То есть я не видел в этом огромной проблемы. Было обидно за Чапи, что человек заслужил поездку, но не смог этого сделать. Ну и я понимал, что Резоль еще на дополнительной мотивации будет. То есть учитывая, что он и так очень хороший игрок, русскоговорящий хороший игрок, замена еще и на дополнительной мотивации. Я был уверен, что мы можем показать хороший результат даже с заменой. Вот скажи, ты говорил, что вы сумели с командой выстроить грамотный процесс работы тренера и команды гармоничный, но приходит новый игрок, возможно, который не привык к таким условиям. Расскажи, как выстраивалась вот эта у тебя коммуникация с Резолюшеном, сумели ли вы ее выстроить, как скоро, и что ты скажешь по этому поводу? Сумели ли вы подстроить этого игрока под вашу систему работы? Ну, когда вот мы первые КВ-шки играли, он был немножко впечатлен тем... Не впечатлен, он был удивлен тем, как у нас это все устроено. Он привык, что тренер — это человек, который, ну, может, там, после игры, там, что-то подсказать, указать на ошибки, взгляд со стороны. У нас это работает несколько более углубленно. У нас тренер участвует в стадии драфта настолько, что практически он это делает, и он был удивлен, но он тогда понял, ага, эти ребята вот так работают. Ну, он приходит в чужой монастырь все-таки, не со своим же укладом, поэтому он смирился. Возможно, у него какие-то другие взгляды на этот счет, но я же не говорю ему, там, Рома добей крипа, там, Рома добей крипа, или что-то в этом духе. Я работаю над глобальным планом команды. Он — часть глобального плана команды. У каждого игрока своя зона ответственности, у меня своя. Я в его не лезу, он в мою, там, не лезет настолько, чтобы это мешало мне. Я не лезу в его. То есть я мог, там, после игры подойти, сказать, там, на морфлинге, что мне кажется, вместо, там, Скади нужно было купить БКБ против Наги. Он подумал, сказал, да, 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 мне кажется, ты прав. Вот что-то в этом духе, и это максимум, насколько я влезаю в его работу. Он точно так же, он не влезает в мою работу, что нет, это не так, это не так. Он говорит, вот я бы хотел на этом герое играть, я бы хотел на этом герое, и мне кажется, с этим героем у нас будет лучше. Ну, как-то так. Ну, вот сейчас многие люди в комментариях начинают говорить о том, что играл бы с вами Чапи, вы бы так далеко не залезли, топ-16 был бы потолок, и все такое прочее. Каковы были твои прогнозы на Интернешнл перед тем, как вы узнали, что у Чапи будут проблемы с визой, и какие были прогнозы у тебя с резолюшеном, когда вы узнали, что будет все-таки замена? До турнира я на стриме отвечал на вопросы, мне казалось, что топ-12 это задача минимум, ну, то есть, ниже топ-12 это полный провал, топ-12 это минимум, ну, как бы такой, ну, могло быть хуже, но для первого раза, может быть, не так плохо, там действительно по сетке могло так не повезти, что команда прям очень сильная попадется, ну, вроде тех же ЕГЭ, мы могли условным ЕГЭ на бумаге проиграть, другое дело, что они решили в тот день нам победу отдать, ну, и мы этим воспользовались, отлично сыграли. Топ-8 я считал, вот, с задачей такой, что вот это было бы хорошо, выше это уже на кураже, там уже все, что угодно можно делать. И когда резолюшен, когда стало известно, что резолюшен будет играть вместо Чапи, сразу я говорил, что, ну, я уверен, что намного хуже точно не будет, то есть, лучше я тоже не рассчитывал, потому что, ну, свои риски в этом тоже есть, но плюсы в том, что Рома хороший игрок, и у него полно мотивации доказать всем, что он на интернешнл не попал по случайности, а он на самом деле игрок, заслуживающий играть в топовой команде на интернешнале, это придаст нашей команде четыре игрока нашей команды, на этом интернешнл, это их первый интернешнл, а для Рома уже второй, нет, какой второй, четвертый, нет, четвертый, пятый, шестой, да, это его четвертый интернешнл, соответственно, колоссальный опыт, уверенность в себе, и вот игра на сцене, опыт игры на сцене, перед публикой, я думаю, Рома бы зарядил команду, то есть, свои плюсы-минусы были в каждом из случаев, я не думал, что сильно бы отличался результат. Хорошо, давай поговорим в целом о тренерах на этом турнире, ну вообще в целом о тренерстве. Когда мы говорим об игроках, мы можем сказать, что игроки смотрят реплеи друг друга, кто-то смотрит, учится, как играет, Аббет, Артизи, Сумаил, еще что-то, смотрят на других игроков. Когда мы говорим именно о тренерах, где ты черпаешь какие-то знания или вдохновения для работы, для своей, может, ты общаешься с кем-то, с другими тренерами команд, может, они что-то советуют, советуешь ли ты кому-то какие-то такие вещи, вот расскажи об этом. Я точно так же смотрю Доту, играю в Доту, сыграл я в Доту достаточно много, играю в Доту очень много лет, опыта хватает. Нужно просто уметь эти знания, этот опыт как-то аккумулировать и анализировать, и делать какие-то выводы, исходя из текущей меты, исходя из изменений в патчах, что-то в этом духе. То есть каких-то идолов, кумиров или тех людей, просто на которых я бы равнялся, я бы таких не назвал, я не знаю их методов работы, это все довольно скрытно. Лично я с ними тоже особо много не общаюсь, все, что я спросил на автопати Дака, когда я уже понял, что мы с Эмпайр будем работать, я спросил у Факин Мэда и у Хина, что нормальная ли вот моя ставка по проценту от призовых, вот и все. Они сказали, да, для начала нормально. Ну, вот как-то так. Единственный твой такой совет был. А, нет, еще я спрашивал, тренер находится 100% с командой на КВшках, то есть в TeamSpeak или нет. И да, пожалуй, это все, что мне было интересно. По методам работы, а что? Они такие же игроки в Доту, как и я, как и игроки в командах. Они тоже смотрят, тоже играют. Просто их зона ответственности донести это до игроков своей команды. Вот как ты считаешь тот же Факин Мэтт, который был тренером OG, который завоевали ни один титул мейджора. Считаешь ли ты это его заслугой? Думаешь ли ты, что это все-таки проделанная его работа? Или же ты считаешь, что это заслуга команды больше? Можешь ли ты дать оценку вот работы того же Факин Мэда? Мы не знаем за кулисья. Если игроки командовые говорят, что Факин Мэтт клевый, значит, так оно и есть. Я уверен, что Факин Мэтт реально клевый. Человек имеет больше 8000 ММС, человек работает уже с ними больше года, он с ними как с людьми знаком уже очень давно. Ну, у них еще есть такой фактор, как Нотейл и Флай. Они и без Факин Мэда выигрывали. Поэтому тут как бы их опыт кто же решает. Я думаю, их хороший результат это результат работы всей команды, в том числе и тренера. Я бы не стал говорить, что это только тренер или только игроки или в большей части кто-то. Мне кажется, все в совокупности. Если брать киберспорт как часть все-таки спорта в данный момент, как это расценивается, правильно ли было к киберспорту привлекать модель из обычных видов спорта, где учитывается режим сна, какие-то рамки, какие нужно проводить, тренировки, правильное питание и прочие такие вещи, которые пришли бы к нам от большого собрата. В конце концов, все к этому, я думаю, придет. Я уверен, что в том же StarCraft и Лоли в Корее, в Team House'ах команды живут, они живут по расписанию. У них определенные там есть, я думаю, часы для сна, часы для физических нагрузок, для еды. Поэтому, я думаю, это уже есть. В Доте этого нет. Но мне кажется, на данном этапе Дота все-таки на таком месте своего развития, что игроки все-таки сами должны быть умными ребятами. За них не могут люди извне решать. Все-таки сейчас, наверное, так. Ну, через несколько лет, я думаю, да, уже будет тренер мало того, что набирать команду, ну, это уже по большому счету должно быть. Тренер должен отвечать за результат полностью, так же, как и в других видах спорта. он может кикать игроков, все, что угодно делать, говорить менеджменту, кого купить, там, кого оштрафовать, кого что. Но, если что-то идет не так, то ответственность за это несет тренер, его увольняют. Вот. Как-то так. Хорошо, но возвращаясь к твоему ответу, если по окончанию интернешнала состав Team Empire берет и в полном составе уходит из организации, ты пойдешь за игроками или останешься в организации? Если с ними уйдет Дима Корбент, ну, наверное, они же не уйдут в открытое плавание, то есть, ну, они же не совсем дурачки. Скорее всего, они уйдут в какую-то другую организацию. Ну, посмотрим. Тут тяжело сказать, набирать какой-то новый состав, работать с ним с нуля, мне, мне кажется, не было бы интересно, потому что, ну, наверное, все-таки я хочу работать, ну, на тир-1 уровне, набирать новый состав абсолютно с нуля, это все-таки ты начнешь с тир-4, тир-3 уровня. Мне сейчас этого не хочется. Возможно, когда там я со своими командами выиграю пару мейджоров, я захочу в качестве челленджа сделать что-то подобное, но пока мне для начала хочется выиграть эти парочку мейджоров с командой. Хорошо. Расскажи, был такой момент, когда у вас была игра и FN заболел и тебе пришлось сесть на слот пятой позиции вместо мипошки, а мипошки отправятся в мид. Как вы пришли к такому решению? Почему так случилось? Почему не нашли замену какую-то, а сел именно это играть? Ну, там не особо важный был турнир, на самом деле, это уже было после квал на интернешнл. Мы их прошли, откровенно говоря, был какой-то рофлотурик, который мало что решал. А, не, секундочку. Это были квалы на что-то там, что проходило одновременно с саммитом, на который мы уже отобрались. Поэтому этот турнир для нас ничего не решал и я говорю, ну типа, го, я сыграю, а команда говорит, да, да, давай, Егорыч. В итоге я сыграл как бог, а команда заруинила. И с тех пор я сказал, не, ребят, я с вами больше играть не буду, потому что вы относитесь к этому как к какому-то рофлу. Я пытаюсь стряхнуть стариной, показать как надо, а вы меня тут руините. Нет, спасибо, в следующий раз такого не будет, если у вас будет точно такое же отношение к этому. Поэтому вот. То есть тебя тиммейты задушили и ты перестал... Да, раки душат, раки душат. Ну, просто влетают, там что-то фидят, еще горят. Не, оно мне не надо. Я-то думал, мы сыграем нормальную игру, а они отнеслись к этому как к цирку. Так что не, в цирке я не участвую больше. Расскажи о ситуации с Ренатом Кингером. Он ушел, было много недовольства в комьюнити. Ты этот все, этот весь момент застал уже как тренер. Как ты отнесся к замене его, ну, на Роджера? Каковы были твои мысли по этому поводу? Ну, то, что пишут люди в интернете, мало меня волнует, просто потому, что они ничего не знают. У них своя правда, вот им, то, что они увидели в видосах, то, что они видели в хайлайтах, для них это одна правда. Для команды правда другая. А правда в том, что Ренат стал откровенно проседать, нас стала не устраивать комбинация суппортов, что Мепошка на четверке и капитанет, а Ренат на пятерке стал по скилу проседать и не капитанет. Мы хотели сделать так, чтобы Мепошка пересел на пятерку и на четверку взять какого-то более опытного товарища, скиллового. На тот момент, вот, мы выбрали Роджера и решили играть так. Не, на самом деле, мы даже изначально Роджера на пятерку тестили, но буквально через пару дней мы сделали так, что Мепошка стал пятеркой и оставили это по сей день. А скажи, какова, какой процент твоего решения был в том, чтобы взять Роджера? Я вообще не знаком сильно с сценой, грубо говоря, Тир-2 СНГ и ниже, поэтому здесь я полностью доверяю игрокам, которые с ними сталкиваются в паблике, сталкивались, возможно, раньше Диме, который следит за всеми новыми, молодыми, ну, Роджер не молодой, но все-таки следит за сценой низкого уровня, чтобы оттуда кого-то выдергивать. Поэтому тут, а конкретно в плане Роджера моего решения было ноль. Хорошо, ты говорил то, что неважно читать вот эти комментарии, которые люди в интернете пишут, это все неправильно, они ничего не понимают и вообще ты позиционируешь себя как человека, который не очень медийный в принципе, но в то же время у тебя в Твиттере много подписчиков, ВКонтакте у тебя много подписчиков на страничке и ты часто туда постишь, ну, относительно часто. Это какие-то порывы души или кто-то тебя заставляет может писать? Вот расскажи об этом. Никто меня ничего не заставлял никогда делать. Ну, иногда там я что-то писал, всякие глупости, ну, потому что Твиттер как работает? Если ты пишешь пост какой-то умный про Доту, он собирает лукасов 20-30. Если ты пишешь пост, репост, кому жалко Нави, лайк, если бы бухнул с дредом, он собирает полторы тысячи лукасов. Если это так работает, ну, блин, циферки это не самое сложное, что можно заиметь в жизни. Оно ничего не дает, оно дает только лишних школьников, которые подходят и будут говорить, а, поэтому, если бы я хотел, я бы имел большие циферки, еще больше, чем имею сейчас, но мне это просто со временем стало неинтересно. Про лукасы в принципе все понятно, расскажи, все равно уделяешь ли ты время на просмотр всяких стримеров, может, влогеров, каких-то ютюберов, каких-то фишек от НСа, чем ты занимаешься в свободное от тренерства время? Деградирую. В плане дота-контента на ютюбе, фишки от НСа, конечно, смотрю, ну, глупо не смотреть фишки от НСа, там удобный формат, довольно полезные вещи, возможно, которые, ну, некоторые из которых я не знал. Интересно, так сказать, расширять кругозор, потому что у него это как устроено? Ему в личку пишет куча людей, ну, действительно же, если тебе, у тебя аудитория, там, скажем, миллион человек и кто-то знает что-то, чего не знаешь ты, и ты это потом узнаешь, это здорово. Поэтому, ну, а какие-то стримы, ну, раньше я любил папича смотреть, сейчас он скатился и стримит пубга, а пубга мне неинтересен, это симулятор АФК человека, довольно скучная игра, как по мне неинтересная. Вот, когда он играл на уровне топ ММРа Европы и старался каждую игру, в этом была страсть, в этом был огонь, это было интересно смотреть, а сейчас нет. Остальные стримеры, там сплошная деградация, если честно, не знаю. стрим сейчас перестал приносить деньги, я сам раньше стримил, сам, так сказать, вносил немножко деградации, ну, тогда, опять же, повторюсь, это было интересно, это был 2013-2014 год, для меня это было в дековинку, тогда еще даже можно было деньги за стримы получать, рекламы твича сейчас нет, сейчас, если ты СНГ стример, ты получаешь только со сторонних рекламных проектов, а донейшинс, а? донейшинс, да, из доната, а чтобы работать на донаты, нужно стримить много, каждый день, делать то, что хочет зритель, а зритель зачастую не самый, в общем, не тот человек, с кем бы ты жизнь прожил, или пообщался хотя бы часок, поэтому ради такой аудитории работать не очень хочется, и стричь с них деньги тем более, поэтому лучше как-нибудь, как-нибудь иначе, без стримов. Хорошо, ты говоришь то, что в свободное от тренерства время ты деградируешь. Да. Но расскажи, с кем ты обычно деградируешь, если у тебя друзья вне киберспорта, и с кем ты проводишь время, кому ты объясняешь, что вот, я тут как бы на интернешнл поехал, мы тут в топ-8 зашли, или же все друзья твои сосредоточены в киберспорте, это те, кто разделяет твою вот эту общий интерес. Мои друзья на данный момент все, они выход, мы с ними познакомились в доте очень давно, году в 2007, с каждым из них, еще в первой доте, поэтому они, естественно, следят за всем этим, и никаких проблем с тем, чтобы объяснить им, что происходит, не надо. Это они могут еще мне что-то подсказать, например, они смотрели меня в студии на этике и там говорили это норм, это не норм, ну, с точки зрения людей, мнения которых я уважаю, и их советы я слушал, вот, ну, то есть, там, не школьников в чате, например, а вот их, потому что их мнение уважаю, взрослые состоявшиеся люди. Друзья деградируют, в основном деградируют, один раз в неделю с друзьями, шесть дней в неделю деградируют, один, один день с ними. Хорошо, а скажи, тренер может ли быть другом игрока в команде? Одного или нескольких? Или ты должен отсекать дружбу и работу? Одно другому не мешает. Ты можешь быть другом в хороших человеческих отношениях, но когда дело касается работы, там уже работа. Нельзя сказать, что нет, мы с тобой дружить не будем, потому что ты игрок в моей команде, где я тренер. Мы будем дружить, но когда дело дойдет до работы, это будет работать. Вот как-то так. я поясню вопрос, что если, допустим, возникнет такая ситуация, когда тебе придется человеку сказать либо то, что он очень плохо исполняет, что он совершает ошибку, или же вообще придется с человеком расстаться из-за того, что и команда решила, и ты тоже так считаешь. Не повлияет ли на это решение, которое должно помочь команде, тот вопрос, допустим, что это твой лучший друг, и это человек, с которым у тебя лучший контакт в команде. Вряд ли он будет моим лучшим другом, и мне будет настолько жалко с ним расставаться. То есть это будут хорошие приятельские отношения, как максимум. Друг это нечто большее, чем... ты не можешь стать лучшим другом с человеком, с которым ты знаком год. Ну, мне так кажется, в моем случае это так. Поэтому расставаться особо, ну, сильно жалко не будет, если он не будет удовлетворять по профессиональным данным. Если, да, я ему скажу, тут ты косячишь, пожалуйста, поработай над этим. Если он не будет над этим работать, там, например, будет забивать надо, типа, да, ладно, там, я не буду, типа, нафига, все и так нормально. Если такое будет повторяться несколько раз на протяжении длительного времени, ну, мне придется с ним расстаться. Это дело и мое, и его, и других еще. То есть, как бы, нельзя, чтобы приятельские хорошие отношения повредили моим профессиональным интересам, его профессиональным интересам и профессиональным интересам всех членов команды. Поэтому как-то так. Через 10 или 20 лет, когда Dota 2 уже отойдет на пенсию и, возможно, кто-то захочет либо экранизировать, либо написать книжку о истории Dota 2. Как ты думаешь, что напишут о тебе? Ну, я еще пока работаю над этим. Вот если бы я сейчас взял бы и перестал существовать, написали бы одно. Но надо сделать так, чтобы написали чуть больше и чуть лучше. напишут, что... Ой, ну, не, ну это некрасиво будет говорить такое о себе. Я про себя-то все знаю, что я клевый, но говорить об этом как бы меня описали, ну, как-то неловко. Пусть об этом скажут другие. Ну, напоследок, что бы ты хотел сказать фанатам команды и твои последние приветы. Фанатам команды спасибо за то, что верите в нас. Мы вас вроде бы пока не подводим. Верьте в каждого члена команды, верьте в меня. Я читаю. Да, даже, даже контакт, да, я читаю вас. Фильтрую, но читаю. спасибо всем, кто верит в меня, кто поддерживает мое решение стать тренером. Не те ребята, кто пишут Егор, вернись в аналитику, нафига тебе это тренерство, мы хотим тебя видеть в аналитике. Ну, вы хотите, а эта жизнь-то моя, я хочу себя видеть на этом месте. Если вы поддерживаете меня, уважайте мое решение. Я обязательно еще вернусь, зайду, поцелую, обниму. Всем пока. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok